Михаил Миронов и Артем Ступников доблестно справляются с атаками собирателей автографов. Соответствующий ажиотаж – разминка перед матчем. А интерес к игре Нижегородской молодежки самой командой очень даже заслужен. В повторном матче «Чайка» и «Реактор» не давали друг другу возможности отличиться на протяжении половины периода. Шансом для нижегородцев стала игра в большинстве. И на 10-й минуте Роман Горбунов подобрал отскок и переиграл вратаря. Нижнекамцы сравняли счет в размашистой контратаке 6,5 минут спустя. На что уже через полминуты «Чайка» ответила трехходовкой, приведшей трибуны в восторг. Егор Сиранов вывел хозяев вперед. Второй период нижегородцы начали в большинстве. И за секунду до выхода на лед удаленного игрока «Реактора» Андрей Крупкин забрасывает нижнекамцам третью шайбу. Четвертый гол нижегородцев начался с перехвата шайбы Ильей Кондрашиным и паса на Егора Сиранова. Тот не сплоховал. За шесть минут до второго перерыва нижнекамцы воспользовались численным преимуществом в два игрока и одну шайбу отыграли. Но за полминуты до окончания второго периода побег Никиты Рогова и Михаила Смолина два в одного позволил восстановить отрыв в три шайбы. Реактор не считал дело потерянным и в течение четырех минут в середине третьего периода две шайбы отквитал. Между этими голами «Чайка» огрызнула с очередным побегом два в одного, но на этот раз безрезультатно. Опасными контратаками хозяева сдерживали гостей от соблазна пойти всеми силами на спасение матча и удержали минимальное преимущество до финальной сирены 5-4. Это была игра за шесть очков, но как игр в плей-офф, тем более две подряд. Мы были близко с ними в турнирной таблице по очкам, поэтому надо было обе игры брать и побеждать, идти дальше. Дважды обыграв реактор, «Чайка» вытеснила нижнекамцев с третьей строчки турнирной таблицы Восточной конференции. Следующий матч с «Ирбисом» 25 января. Владимир Широков, Дмитрий Зимин, Торпеда ТВ.